Доброе утро! Звонит мне тут на днях один мужчина по скайпу. Представляется откуда-то из другой страны. И говорит, меня зовут Такта. Я являюсь и начинает перечислять мне титулы, которыми он обладает. И потом мне говорит, что его компания, в которой он работает, разработала уникальный продукт, аналогов которому в мире нет. И что компания его уникальная. И что продукт этот в ближайшее время захватит весь мир. И в течение 10-15 минут я не мог вставить слово, чтобы задать ему вопрос. Причем тут я? Почему вы ко мне обращаетесь? В конце концов мне это удалось сделать. Когда меня уже с одной стороны раскалило поначалу, а потом я понял, что просто я имею дело с человеком, который не научен общаться. Он не знает азов делового общения. Несмотря на то, что у него такие удивительно громко звучащие титулы, награды, премии и прочие разные геройские подвиги за плечами. Никакого интереса он ко мне не вызвал, только по одной единственной причине. Он не умеет общаться. Он не может себя подать. Он действовал абсолютно неправильно. И я ему задал вопрос. Обратите внимание. Я говорю, при чем здесь я? Почему вы обращаетесь ко мне? Откуда вы взяли мой скайп? Как вы ко мне добавились вообще? И кто вас надоумил ко мне обратиться? Почему ко мне? Ну, я слышал, что вы, значит, что-то там такое. Так вот, у меня к вам есть предложение. Давайте сотрудничать. Я говорю, я подумаю. Вы мне вышлите материал, я познакомлюсь и подумаю. И сделал я только это для того, чтобы вежливо завершить разговор. Ни за что, никогда с таким человеком я сотрудничать не собираюсь. Вот итог. Возможно, это толковый, умный и эффективный в своем деле человек. Возможно. Возможно, я мог бы с ним получить реальную выгоду. Сотрудничать с ним. Возможно, мы вдвоем могли бы сделать что-нибудь ценное, действительно. Возможно. Но из-за того, что он не умеет общаться, он с самого начала сразу поставил крест на нашем, потенциально выгодном для обоих сотрудничестве. Как бы ему надо было поступить на его месте? Что бы я сделал? Я бы, когда позвонил, я бы сказал, здравствуйте, Олег Григорьевич. Я вам звоню, потому что мне ваш телефон или скать дал вот такой-то человек. Он мне рассказал, я навел справки, и он мне рассказал, что вы гений. Ну, я утрирую, что вы супер-пупер-дупер способный, богатый, талантливый, деятельный, красивый, умный, высокий, молодой, энергичный, веселый. Я бы что-нибудь говорил о деловых качествах моих, чтобы мне было приятно. Так люди встроены. Я специально утрирую, чтобы вам донести всю суть. И в-третьих, я бы сказал, сразу, без всяких подготовительных ходов, я бы стал говорить о моей выгоде. Итак, мне ваши координаты дал такой-то человек, я бы сразу успокоился, откуда это, этот контакт. Второе. Я слышал, наслышан, навел справки, изучил и понял, что вы просто замечательный человек, талантливый, умный и так далее. Я бы понял, ага, значит, меня знают, меня ценят, это интересно, давай, давай. И дальше я бы сказал, у меня к вам есть предложение, которое будет очень интересно для вас, выгодно, потому что, потому что, потому что, потому что. Потому что, я знаю, вы занимаетесь этим, а мое предложение как раз поможет вам увеличить ваш объем сбыта, или, значит, поможет вам получить дополнительные деньги, или поможет вам, значит, захватить новый регион, или поможет вам. Я говорю, хорошо, конечно, давайте, и что? Вот, пожалуйста, суть дела такая, одна минута. Я вам высылаю материалы, подготовленные специально для вас, тут никаких деталей, суть, мясо. А потом, если вам будет интересно, мы разберемся, окей. Конечно, сказал бы я, я бы получил эти материалы и стал бы в них разбираться. Почему? Потому что я бы увидел, что этот человек с мозгами, он знает, как ко мне обратиться. Он, во-первых, меня не напугал, в том смысле, откуда он взялся. Он сразу объяснился, откуда он пришел, почему он на меня вышел. Во-вторых, я не хочу иметь дело с незнакомыми людьми, которые без рекомендаций ко мне врываются в мою жизнь. Во-вторых, он сразу сказал мне, что он ко мне относится хорошо, потому что он обо мне знает, и подтвердил в моих глазах мою значимость. Любой человек реагирует на это именно таким образом, что бы вы ни говорили. Ему нравится, когда о нем говорят правильно, в смысле хорошо. И в-третьих, я бы сразу стал говорить о моем интересе. Не о том, что он нобелевский лауреат, не о том, что у него уникальная, не имеющая аналогов в мире продукция. Да лампады всем, да фонаря, извиняюсь за выражение, как говорят в народе. Ваши геройские подвиги, ваши звания, титулы, награды, то, что вас президент обнимал, и что вы ездили в Финляндию. И что у вас скоро будет что-то там такое, что вы взорвете весь рынок и так далее. До одного места, до лампочки. До тех пор, пока человек, которому вы не обращаете, не привяжет к себе, к своим выгодам и интересам. Итак, вывод отсюда какой. Мы все сетевики, и мы все время обращаемся к людям. И большинство из нас натыкается на такие вот, на людей и получает вот такие вот мордотычины. Ну, я вежливый человек, я не послал его никуда. Я просто выслушал, отделался вежливо и никуда ничего не стал. Даже двигаться и смотреть. Но могут ведь и сказать, пошел вон. Ведь могут так сказать. Поэтому надо учиться обращаться к людям. Надо понимать, как люди устроены. Что надо говорить. Итак, если хотите, могу поделиться своим опытом еще раз. Подвести итог. Когда вы обращаетесь к человеку, вы должны сказать ему сразу, в первых строках своего обращения, почему вы к нему обращаетесь. Почему вы считаете, что я достоин такого обращения. И какую выгоду я получу от этого. Какой мой интерес. С этого все начинает. Ну, например. Здравствуйте. Вы меня не знаете. Меня зовут Олег Григорьевич. Я получил информацию о вашей деятельности из интернета. Я нашел ваш сайт. Я просто потрясен. Ваша информация о том, какая у вас продукция и какие перспективы. Я просто в шоке. Мне это крайне интересно. Я вижу, как вы работаете. Вы просто... С вами можно горы свернуть. У меня к вам есть деловое предложение, которое позволит вам увеличить ваш товарооборот. У меня есть продукты, которые позволяют вам сделать более эффективным ваши продажи. Вот, пожалуйста. Я сейчас сброшу ссылки. Посмотрите. Мы можем с вами увеличить на взаимовыгодных началах наши успехи. Самым значительным образом. Вот все. Окей. Понятно. А потом уже надо рассказывать о себе. Когда я заинтересовался, когда я клюнул, как говорится, по-простому. Тогда уже можно сказать, что вы герой Советского Союза три раза, что у вас семь Нобелевских премий, что вы десять классов закончили и что-нибудь даже еще. Тогда я уже буду... Да-да-да, это интересно. Это дополнительная информация, которая характеризует вас как дополнительно, как способного умного человека. Я желаю вам удачи. Учитесь общаться с людьми. До свидания. Продолжение следует...